Так, друзья, добрый вечер. Традиционно 20 часов. Среда, значит, у нас технико-экономические вебинары, программы Skyway. Вот, и мы с Алексеем Сударем, я, моя фамилия Сидоряков, кто не знает, кто пришел, надеюсь, с нашего предыдущего вебинара, который мы стали отделять тех, кто уже в программе, чтобы не взрывать и не разносить мозги, тем, кто только первый раз столкнулся с этим явлением природным, я бы сказал, скорее того, чтобы понимать. Так, да, у нас вот пять человек зашли с первого вебинара, видите, значит, ну, все-таки какой-то результат у нас сегодня в этом плане идет. Так, видите, я, друзья, не убрал, у меня эти самые еще новогодние игрушки и эти самые висят. То есть, сегодня по, скажем так, старый Новый год, иностранцам объяснить, что это такое невозможно, но, тем не менее, празднуем мы еще и такой праздник. Вот, это Новый год по старому стилю, потому что все-таки традиции, которые православные, и они очень серьезно укоренились, и потом 70 лет советской власти, которые изменили календарь, они все-таки не смогли привести к тому, что народ празднует теперь и Новый год, и Старый Новый год, и Католическое Рождество, потом Православное Рождество. Ну, поэтому, друзья, есть у нас такая череда праздников. Поэтому подводим итоги Старого года, мы это сделали еще начиная с конференции 25 октября, когда была итоговая конференция всей группы Skyway, и перед Новым годом, и на самых новогодних поздравлениях. Поэтому, друзья, много уже и сказано про анализ прошлого года, и про анализ этого года, того, что будет происходить. Поэтому, друзья, наверное, на этом поздравления можно и заканчивать, и вообще, наверное, так сказать, с праздниками тоже уже пора, наверное, расставаться. Потому что праздники праздниками, друзья, подошли мы сейчас к очень серьезной ситуации. Вот я смотрю в чате, народ пишет, что с долларом, что это самое, ну, так и хочется отослать. Друзья, послушайте вебинары годовой давности, когда в начале прошлого года мы с Алексеем вели, давали прогнозы развития и так далее, и так далее. И сравните, что произошло. То есть мы совпали даже коридор цен и коридор доллара там с небольшими там обклонениями, но все-таки общую тенденцию, общая четко сказанная. Вот. А совпадает. А то, что сегодня черта, и это вот как раз предмет сегодняшней темы, которую я бы хотел сейчас и обсудить, и сделать. То есть мы сегодня традиционно поговорим о земле, это ближе к концу, то есть ряд вопросов, которые возникают. Еще очень серьезный вопрос возник, который мы также будем рассматривать, это переход, перенос акций к конвертации. То есть в понедельник мы провели такую большую встречу, больше чем на два часа. Первый раз, когда у нас комната заткнулась там на тысячу человек, то есть такой оказался интерес. Но как показывает практика и анализ того, что произошло, в основном ажиотаж подняли именно те, кто почему-то, по каким-то причинам является противниками и группы Skyway Invest Group, и вообще проекта, и общий ажиотаж, который сегодня нагнетается, он больше имеет негативный такой характер. Поэтому тоже мы все это объяснили, разъяснили, и мы много еще будем объяснять, потому что вообще вся суть той работы, которую мы сделаем, друзья, это нести информацию, отвечать на все вопросы, которые сегодня у вас появляются или которые есть по ходу развития проекта. Поэтому это тот же вопрос, но так как все-таки основную цель, которую мы ставим с Алексеем, это доводить новую информацию и анализ через призму Skyway, то я, друзья, тогда все-таки начну с этой более интересной для меня темы и более интересной вопроса, которую мы сейчас озвучили. То есть те ролики, которые сейчас прошли в начале, друзья, они неспроста идут в той последовательности, и мы не зря сначала показали вам отчет компании за год, это отчет вместе с нами проделанная работа, то есть это начало 15-го года, 21-го января, это только получение разрешения на землю, дальше идет развитие. До этого пришедствовала работа по формированию конструкторского бюро, это то, что было в 2014 году, там те небольшие месяцы, которые были, и основная, конечно, нагрузка легла на 2015 год, то есть сначала, когда к маю мы декларировали и собрали конструкторское бюро, дальше оно начало работать, выдавать документацию, начало проектирование и уже рабочие чертежи для изготовления, и как мы видим, уже конец 2015 года, это и октябрь, закладка нулевого километра, и анкерные опоры, совмещенные со станциями, и путевая структура, это уже 19 промежуточных опор, сейчас уже начинается монтаж второй анкерной опоры. Перед Новым годом Юницкий дал очень репортаж такой с приоткрытием, скажем так, аспектах ноу-хау, мы увидели нюансы юнибусов, персональных юнибусов, мы увидели юнибайки, прототипы, и в марте месяце, в марте-апреле месяце этого года уже будет первое испытание, и старт изготовления уже именно нового направления, связанного с спортивно-экскурсионным направлением, это вот, как его назвали, именно юнибайки, то есть то, что объединяющее легкую транспортную систему. Это ролик, который это демонстрирует и показывает, я думаю, что ни у кого не возникает, ни у кого не возникает, так, вот тут вот, когда можно вопросы задавать, значит, смотрите, у нас по логике построения вебинаров мы никогда не отчаим чат, я не сторонник того, чтобы чат отключался, но мы во время выступления Алексея, когда Алексей будет давать свою часть, а у нас еще будет выступать и Арман сегодня с отчетом по поездке в Ирландию, сам пускай расскажет, чего он там наделал, вот, соответственно, в это время вы можете писать вопросы для меня, а сейчас вы те вопросы, которые будет писать, на них Алексей будет по мере значимости этих вопросов отвечать и дальше я либо потом напишу, либо прокомментирую, когда буду делать заключительную часть. Это, в общем-то, такая традиция наших вебинаров, которые мы ведем для, ну, скажем так, для такой системной работы. Вот, со временем мы еще ведем работу, когда можно будет включиться в прямое включение и, соответственно, задать вопрос вживую, но пока эта система не отработана и пока мы ей не пользуемся. Поэтому давайте, друзья, по сегодняшней теме я прошу отнестись к ней очень, ну, скажем так, с вниманием, потому что то, что сейчас дальше будет происходить, это весьма имеет и такое интересное значение. Так вот, смотрите, мы показали ролик работы и вы видели качество этого ролика, то есть это и аэрофотосъемка, и очень серьезная анимация, когда показывается эко-технопарк, как он будет выглядеть, какие испытательные вещи. Показывается работа, которая сегодня проведена, и вы видели и закладку нулевого километра, и начало озеленений, и где мы с Алексеем вообще вкапывали первый забор, первый стол под забор, это тоже было в этом году, в 15-м году, и с ним бетонировали, как мы обещали, двумя лопатами, так сказать, засыпали бетон. Вот, все это было, и в этом ролике вы посмотрели. И работа уже, которая ведется сегодня с бетонированием ангерных опор, выстраиванием промежуточных опор, и буквально после, там, как только будет сходить снег, уже начнется монтаж путевой структуры. Следом, друзья, если вы обратили внимание, я думаю, что вы довольно-таки внимательно посмотрели, мы показали ролик уже Гиперлупа. Это проект, который развивает Маск, это известный такой футуролог, известный миллиардер, успешный человек, который создает очень много интересных проектов и связанных с автомобильным запуском Тесла, и космические запуски сегодня возвращающиеся челноки. И вот это Гиперлуп, который сегодня кто-то называет конкуренцией, а кто смотрел, я не буду сегодня повторяться на наши вебинары, которые проводил еще Анатолий Дорченицкий, который сравнивал и энергетические системы Трансрапида, это пояс магнитной левитации, магнитной подвеса, и Гиперлупа, который сегодня есть. Тем более, что вся изначально, Алексей тоже вводной части первого вебинара говорил, что изначально система SkyWay формировалась как освоение космоса неракетным способом, то есть использование закона энергии. Мы сегодня используем закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, но не используем закон сохранения масс. И как раз он спроектировал и предложил первую концепцию движения именно с помощью системы сохранения масс, то есть транспортную систему, которая может выводить одновременно несколько миллионов тонн на орбиту. Это был еще конец 70-х, начало 80-х годов, и там как раз использовалась вакуумная труба, вакуумная эстакада, то, что сегодня пытается использовать в своей концепции МАСК именно в проекте Гиперлупа. Но основные концепции, которые заложены, это эстакада второго уровня, это транспорт высокоскоростной, низкозатратный, безопасный. Это то, что объединяет струнные системы Юницкого с Гиперлупом. Но с точки зрения технической реализации, с точки зрения конкуренции, никакой Гиперлуп нам сегодня не является конкурентом, потому что он близко не стоит к тем характеристикам, которые дает и уже показывает на опытных образах. Но, друзья, вот эти два ролика, они очень похожи в постановке, как вы видели, и по качеству съемки, и по качеству анимации, и даже по логику построения. То есть и там, и там показан самолет братья Фрайт, и там, и там показывается концепция, что сначала была идея, потом это приходит к реализации. И там, и там показываются полевые работы. Я могу сказать, что мы идем параллельно, мы идем, и гонка, как с легкой руки Леша Суходова назвали, это гонка технологий, она, в общем-то, идет, она началась. В прошлом году мы еще показывали технологию SkyTran, то есть это в Израиле, в Иерусалиме было продекларировано начало строительства новой системы с использованием магнитного подвеса. Но эта технология пока так дальше тех теорий и анимаций, которые они показали, так и не пошла. Поэтому сегодня фактически лидирующее положение для того, чтобы обеспечить транспорт 21 века, сегодня взяли на себя две лидирующие технологии. Это технология инженера Юницкого SkyWay и технология Элона Маска, это Hyperloop. Значит, естественно, что мы приверженцы школы технологической Юницкого и занимаемся довольно-таки давно в этом направлении. Для нас, естественно, никакой конкуренции не существует, и мы четко уверены, что эту гонку и эту сравнительную гонку мы выиграем. И в этом году мы уже покажем и продемонстрируем технологию, и Элон Маск поймет, что он занимается сегодня не перспективным тупиковым направлением, и он станет также нашим приверженцем. Но это, друзья, несколько будущий подход. И сейчас, вот исходя из того, что мы увидели и показали, так, Маск уверял, что до скорости свыше 6000 км в час, потом по 1200 км. То, что 1200 достигнуть нельзя. Все, давайте, я сегодня технологией Hyperloop не занимаюсь анализом, просто сегодня мы показали констатацию фактов, и ту презентацию, которую делает Элон Маск, ту, которую делает проект Skyway, они очень схожи, они очень похожи. И по этапам, как вы видели, и анимации, и теоретической проработки, и уже начала практических реализаций, когда начали делать уже сегодня, по-моему, в Калифорнии, да, если мне не изменяет память, они строят свою восьмерку для того, чтобы обеспечить технологию. Для теоретической точки проработки технология трубы на сегодняшний момент осталась в прошлом, потому что Юницкий, исходя из этой эстакады, пришел потом к легкой ажурной технологии Skyway, которая именно зародилась как вакуумная эстакада. Но исходя из тех технологических сложностей, которые ведет собой создание глубокого вакуума для быстрого движения, Юницкий пошел по пути снижения аэродинамического сопротивления и сегодня довел его практически до теоретически возможным. То есть сегодня модели Юнибусов, которые будут демонстрироваться уже в этом году, имеют ЦХ, аэродинамическое сопротивление, уже ниже 0,07. А в разговорах и в теоретических таких проработках Юницкий сказал, что ЦХ он доведет до 0,05. В принципе, это уже значение Жуковский рассчитал и показал, что теоретически возможное у обтекаемого тела ЦХ может быть самое низкое 0,043. То есть фактически Юницкий подошел уже к даже теоретически возможным, но это идет на модули, соответственно, продутые в аэродинамической трубе. И дальше уже вы не раз, наверное, слышали и выступление самого Юницкого, и его теоретические выкладки о том, что на скоростях свыше 500 км в час 97% энергии уходит именно на аэродинамическое сопротивление. И именно теория вакуумной трубы-то возникает из того, чтобы снизить сопротивление и тем самым сделать дешевым движение. Но те технологические решения, которые связаны с созданием глубокого вакуума, а тем более движение и создание безопасности движения в глубоком вакууме, они не сопоставимы с тем, что можно сделать в открытом пространстве, которое делается сегодня в Skyway. Это я вам говорю с точки зрения уже сравнительной анализа. Но оставим это, друзья, так как у нас технические вебинары, поэтому мы все-таки углубляемся в несколько технических вещей, но это все-таки оставим для специализированного вывышления. А сейчас мы с вами увидели два сравнимых по качеству и исполнению, и реализуемости две презентации, два проекта, которые идут вровень. И я могу сказать, мы очень рады, и я бы даже сказал, несколько вызывает такое действительно уважение, что мы находимся и в конкуренции, и в таком соперничестве с Элоном Малкаском, который уже реализовал ряд очень существенных и очень больших проектов. И здесь я могу сказать, что мы абсолютно уверены, что эту конкуренцию, эту борьбу, эту гонку мы выиграем. И придет время, когда Элон Маск пожмет руку Юницкому и признает в том, что в технологии движения мы оказались правы. Но это, друзья, только как и всем нашим доброжелателям, недоброжелателям и злопыхателям. Ответ всегда один. Это полигон, это демонстрация и это испытание. Полигон меняет всех, покажет всем, и она покажет, кто прав, кто не прав. Поэтому здесь, друзья, все споры оставляем за скобками. А вот что бы я действительно хотел сегодня сказать про Элона Маска, и на прошлом вебинаре я это упоминал, даже показывал ссылки на его презентацию. Это технологию, которую Элон Маск презентовал как PowerWool, то есть это энергия на стене, если дословно переводить. Он буквально две недели назад сделал презентацию автономной системы, которая может накапливать энергию от независимых источников энергии. В данном случае Элон Маск предложил солнечную энергию и как дополнительный запасной вариант еще и ветровую систему, то есть когда генератор вращается с помощью ветровой системы. И таким образом он, друзья, продекларировал. И вот здесь вот я прошу внимательно отнестись к тому, что я сказал. Вот Алексей сейчас выложил вам презентацию. Я прошу очень внимательно ее просмотреть. Она довольно-таки длинная, поэтому не сейчас, а после вебинара. И, наверное, может быть даже мы ее и... Так, сейчас, секундочку, у меня... Так, секунду, у меня сбой с компьютером. Так, 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 так. Секундочку, секундочку. Так, все, восстановилось, все, извиняюсь просто, так сказать, это... Так вот, Эллен Маск сделал очень серьезное утверждение, и так как его слова никогда не расходятся с делом, он продемонстрировал технологию, которая может индивидуальное домохозяйство, индивидуальное жилье переводить на автономные источники энергии. И продемонстрировал технологию, продемонстрировал работу, продемонстрировал, как это сегодня работает, и накопители, которые есть. И это сегодня действительно, можно сказать, что переворот власти жилищного строительства, расселения, это не требует огромных электростанций, которые распределяют электрическую энергию, не требует доставки на большие расстояния. Это, друзья, как сам Маск, и я в прошлом, на прошлом вебинаре уже брал цитаты из его выступления, о том, что автономная энергетика выиграла конкурентную борьбу, так же, как у проводных телефонов выиграла конкурентную борьбу мобильная связь. Потому что мобильная связь, это более удобно, это более функционально, это более большие возможности, которые дает сегодня технологические возможности, чем проводная связь. И, соответственно, мы сегодня с вами все пользуемся только мобильной связью, мобильным интернетом, смартфонами. И про проводные телефоны, они сегодня, мало уже кто вспоминает, они уходят в прошлое. Точно так же, Маск сказал, что индивидуальная энергетика, восстанавливаемая энергетика, энергетика, работающая на природных условиях, она будет заменять то, чем мы сегодня пользуемся. И как человек, который всегда подтверждает свои слова действия, он продемонстрировал начало строительства уже крупного завода, который только в 2016 году планирует выпустить 100 миллионов комплектов именно таких устройств, которые будут делать независимым индивидуальное домохозяйство. Причем он даже обозначил цену в 3,5 тысячи долларов, это вполне подъемная цена, которая может сегодня делать независимым энергетику. И следующее утверждение, которое ключевым, я считаю, в его выступлении и в его заявлении, это действительно заявка на лидерство в шестом технологическом укладе, это действительно заявка на изменение мироустройства в ближайшее время, это то, что в течение 15 лет компания Элона Маска готова выпустить 2 миллиарда комплектов для того, чтобы обеспечить всех жителей Земли восстанавливаемыми, возобновляемыми источниками энергии для жизнедеятельности. И он за утверждение, что углеводороды, то есть нефть и газ и уголь не нужны будут для того, чтобы обогревать и конденсировать сегодня индивидуальное жилье. И эту программу реализовать в течение 15 лет, и соответственно он под это уже запускает производство. Это, друзья, очень важное заявление, потому что это меняет весь миропорядок, к которому мы сегодня привыкли. Это значит, сегодня нефть и газ, о цене которой мы сегодня много рассуждаем и говорим, и то, что она является определяющим, она в таком количестве в миллиардах тонн будет просто больше не нужна. Это говорит о том, что сегодня традиционная сложившаяся в 20 веке экономика, которая вся идет на доминирование доллара, который контролирует сегодня добычу углеводородов, и соответственно тем самым диктует многие условия в мире, это значит, что все остается в прошлом. И он это делает, исходя из научных открытий, исходя из инженерных разработок. То, что сегодня такое устройство надо каждому домохозяйству, не вызывает никаких возражений. И дальше он в этой презентации сказал, что это работает в комплексе с ветровой энергией, и может страховаться или дополняться это генераторами, которые работают на двигателях внутренним сгоранием. То есть, другими словами, комбинированная система из солнечных батарей, ветровой энергии и как страховки дизель-генераторов, это говорит о том, что снижение углеводородного сырья, нефти, газа и угля, для того, чтобы получать тепло и кондиционировать жилье, больше в таком качестве необходимости отпадает. И это, как раз, друзья, ключевое направление, и я могу сказать, что это одно из направлений шестого технологического уклада, одно из направлений того же мироустройства, который будет формироваться. И вот теперь я вам задаю вопрос, вы представляете, насколько изменится мир, которому не надо миллиарды тонн нефтепродуктов, которые мы сжигаем, выбрасываем, этим дышим, убиваем экологию и так далее, и так далее. Так вот, друзья, почему я это не произносил еще, допустим, год назад и даже две недели назад? Потому что, сразу отвечаю на этот вопрос, снижение потребления углеводородов, энергосбережения, альтернативные источники энергии у нас в России, да и во многом части мира, это ругательная, запретная тема. Ее непривычно даже и неприлично обсуждать. Сегодня, когда показался горизонт цены на нефть ниже 30 долларов, а на следующей неделе мы увидим горизонт цены в 20 долларов, а сегодня эксперты реально обсуждают, что это падение цены, то есть этот цикл на снижение может достигнуть на и в 10 долларов. Так вот, сегодня наше правительство, Дмитрий Анатольевич Медведев, который в очередной раз выступил со статьей, который я не могу не прокомментировать, вы знаете мою любовь и отношение к нему, когда он, являясь еще и лидером крупнейшей партии чиновников номенклатуры «Единая Россия», сказал, что «Друзья, ни в коем случае не занимайтесь популизмом и не обещайте того, что нельзя выполнять, поэтому давайте все будем реалистами и обсуждать только то, что обсуждает «Единая Россия». То есть, другими словами, он говорит, что мы создали неадаптированную к мировому рынку экономику, которая зависит от конъюнктуры, сегодня эта конъюнктура нас опустила ниже плинтуса, мы не можем даже мяукнуть и подняться, потому что мы начали секвестр бюджета, объявили уже о 10% для начала сокращения социальных затрат и так далее, и так далее, и так далее, все, что идет связано с падающей экономикой. Так вот, оказывается, обсуждать и говорить, что есть альтернативные пути, нам уже просто нельзя. Осталось ввести только за это уголовную статью. Если мы будем говорить, что, друзья, с помощью технологии Skyway мы ВВП России увеличим в 10 раз за 15 лет, то, оказывается, с утверждением этого деятеля мы сейчас занимаемся уже уголовно наказаемым преступлением. Из-за того, что мы говорим, есть альтернативные источники, альтернативные пути развития, мы, оказывается, опять занимаемся незаконной деятельностью. А то, чем занимались они 15 лет, сосали свою трубу и считали, что цена в 200 долларов за баррель нефти является единственным источником, это, оказывается, все нормально. Так вот, друзья, время все расставляет на свои места. И сегодня цена в 30, а потом в 20 долларов. Это не то, что мы говорим, что чем хуже, тем лучше. Нет, друзья. Мы говорим о том, что приходит шестой технологический уклад, и герой этого уклада, то есть Эллен Маск, это тот человек, который уже входит в новый уклад, и он показывает, друзья, есть альтернатива нефтяной и газа, есть альтернатива сегодня двигателям внутреннего сгорания, есть альтернатива новой экологии, давайте, друзья, только этим заниматься. Давайте это строить. И здесь, друзья, я вам могу сказать, что мы абсолютно поддерживаем, и в этом плане я могу сказать, что Эллен Маск – это наш союзник, наш партнер, наш очень серьезный сподвижник, потому что, друзья, смотрите второй слайд, и вот здесь вот я могу сказать, это ключевое утверждение, которое мы сейчас делаем, вы его слышите впервые, потому что мы просто не осмеливались его произносить, а сегодня я могу сказать, что пришло время, и сегодня, друзья, когда цена на нефть уйдет, и сегодня абсолютно очевидно, и сегодня я цитирую, почему я очень смело сейчас это говорю, потому что я цитирую президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который позавчера в интервью немецким изданиям четко сказал, низкие цены на нефть нас стимулируют к развитию альтернативной энергетики, они нас стимулируют к тому, чтобы делать независимое развитие. И еще, что он очень важно сказал, это нас уводит от искушения, сверхприбыль от высокой нефти сегодня проедать и тратить на потребление, причем на потребление мы даже знаем кого, потому что они между собой сегодня уже начинают спорить, кто из кого и что больше потребил. Я думаю, что наши правоохранительные органы еще нам откроют глаза на этих деятелей за 15 лет, чего там больше напотреблял из сверхдоходов, которые были определены нефтью. Так вот, друзья, ключевое утверждение, почему я говорю, что Элон Маск и Анатолий Юнистский, это сегодня два основных направления, два основных теоретика, которые определили и технологическое развитие на ближайшие 15-20 лет. Если Элон Маск сегодня сделал утверждение и практически доказал, и приступил, что очень важно, к промышленному выпуску энергосистем, которые делают автономные домохозяйства, так вот, мы сегодня с вами приступили и делаем и реализуем систему, которая может перевозить грузы, миллиарды тонн грузов, пассажиры, миллиарды пассажиров в год с использованием альтернативных источников энергии без углеводорода. И именно система Skyway, именно система Transnet позволяет это делать. Я еще 15 лет назад слышал от Юницкого цифру, и обязательно попрошу его поучаствовать в одном из наших вебинаров, чтобы он сделал обоснование и показал свои расчеты. Я, друзья, 15 лет знаю эту технологию, но не знал, как она применяется. Юницкий мне рассказывал, что наша трасса тысячи километров длиной в условиях Сибири и Дальнего Востока может технологически, являясь еще и совмещенной с выработкой электроэнергии с помощью ветровых генераторов, и он мне показал устройство этих генераторов. Еще раз скажу, друзья, это было 15 лет назад. И он говорил, что трасса может не только обеспечить себя электроэнергией для перемещения товаров и грузов, но может еще и давать дополнительную энергию в близлежащие районы, которые будут находиться рядом с Землей. Поэтому, друзья, еще 15 лет назад я знал о том, что Skyway – это энергетически независимая технология от углеводородного сырья. Но вот вы мне скажите, можно было с кем-то в стране 15 лет, которая занималась только увеличением добычи, которая занималась только продажей углеводородов, обсуждать вопрос, что транспорт может вырабатывать электроэнергию? Да нет, друзья, это бы не то, что ставило крест на этой программе, это еще и делало врагами нас все, кто добывает нефть. Сегодня, друзья, когда цены на нефть не покрывают жизни, деятельность в стране, когда стало очевидным, что эта игла, на которой мы сидим, она делает смертельным существование нашей страны, становится реальной угрозой, пришло время об этом говорить. И как раз сегодня, друзья, это вы слышите впервые, и я могу сказать, это крайне важное утверждение. И в этом плане Эллен Маск нам сегодня является основным союзником, потому что он реализует направление энергетики для домохозяйств, который говорит, что он уберет практически половину мирового потребления углеводородов с точки зрения жизнеобеспечения. Мы сегодня, как транспортная система, говорим о том, что мы убираем вторую часть потребления углеводородов для того, чтобы перемещать товары и грузы. И трассы Skyway, они будут энергетически независимыми, они будут абсолютно работать на альтернативных источниках. И вот здесь вот, Алексей, можно вернуть вот этот слайд еще раз, чтобы вы четко, наглядно это представляли, как у Эллена Маска Powerwall, то есть это солнечные батареи, которые накладываются на, заряжаются аккумуляторы, и за счет этого работает система жизнеобеспечения. Так вот, вы видите на втором слайде, эти слайды, кстати, были продемонстрированы в Минске на конференции, потом мы их показывали, кто обратил внимание на нашей конференции 25 октября. Это как раз промежуточные опоры, которые совмещены с теми же солнечными батареями, на которых движется подвижной состав. И дальше это, друзья, одно из направлений, второе направление, это ветряная энергия, которая также сегодня с доработкой инженерного конструкторского бюро Юницкого делает уникальной выработку электроэнергии. И как раз все это ложится на концепцию юнибайков, и сейчас можно четко утверждать, что перемещение из любой точки евроазиатского континента в любую точку будет бесплатным, комфортным и очень быстрым, и проживание точно так же на территории. А вот теперь, друзья, я заканчиваю эту тему, и мы плавно переходим к золотому гектару земли и к тому, что сегодня происходит с предложением земли. А вот теперь наложите два этих направления, о которых я только что сказал. Это бесплатная, то есть вы один раз заплатили за комплект и пользуетесь неограниченно долго электро- и ветровой энергией, и ваш дом абсолютно не будет подключен к внешним энергетическим устройствам. И второе, когда есть рядом трасса, которая проходит, по которой вы можете бесплатно от этого участка добраться в любую точку евразийского пространства. И вот теперь я вам задаю вопрос, и сколько будет стоить земля, где будут проходить эти трассы? Попробую угадать с трех раз. Наверное, очень дорого. Так вот, сегодня накладываются, друзья, три направления, которые сегодня идут. Это то, что технология SkyWay позволяет осваивать территории, и та земля, которая сегодня предлагается президентом Путиным для освоения Сибири и Дальнего Востока, это, как мы ее назвали, золотой гектар России, это становится ключевым проектом, на который накладывается SkyWay. SkyWay обеспечит инфраструктуру, когда можно туда легко доехать, и, соответственно, абсолютно без затрат перемещаться по этому пространству. И как мы увидели, Эллен Маск нам дал сегодня направление, и мы абсолютно четко понимаем, что это направление будет активно развиваться, о том, что это жилье еще и будет использовать бесплатную электрическую тепловую энергию. И вот теперь я вам могу сказать, а вот на таких условиях, когда технология вам позволит дать бесплатную энергию, бесплатную доставку, я бы спросил, а вот на таких условиях вы бы взяли землю на Дальнем Востоке, для того, чтобы там развивалось вот такое направление. Это, друзья, отвечает каждому из вас, но лично я и всей своей семьей на это подписываюсь, и я хочу взять более 10 гектаров земли для того, чтобы обеспечить там такое строительство. И это как раз совместными усилиями у нас, друзья, будет происходить, будет делаться, и это, друзья, то, что мы с вами развиваем и делаем. И в этом плане я могу сказать, что 2016 год будет очень уникальный. Мы начнем порядка, вот мы с Алексеем прикидывали, где-то около 50 проектов адресных, связанных с именно уже альтернативными видами транспорта, то есть все наши юнибайки, они будут перемещаться на энергии, которая не будет использовать углеводородную серию. Они будут работать на аккумуляторах, но аккумуляторы будут заряжаться и от физической силы, то есть вы будете заниматься спортом, и они будут заряжаться от солнечной энергии, пока ваш юнибайк стоит дома, и от ветровой энергии. А ветра, как вы понимаете, у нас более чем достаточно. Это как раз, друзья, сегодня подошло к тому, что всю эту энергию мы аккумулируем и через аккумулятор начинаем использовать для движения. Элон Маск дает концепцию использовать для жизнедеятельности, и здесь я считаю, мы не то, что конкуренты. В этом плане я могу сказать, что мы с Элоном Маском только партнеры, только союзники, и мы будем делать то, что мы необходимы друг другу. И здесь, я думаю, что не так далеко то время, когда мы будем показывать вам слайды, где два этих человека вместе, соответственно, пожимают друг другу, потому что мы делаем общее дело. А вот теперь, друзья, заканчивая свою часть выступления, я вернусь к одной теме. Помните, мы очень много говорили о технологических укладах, которые начинались с 1770 года. Так вот, друзья, я задаю вопрос, а что было до 1770 года? Вы можете вспомнить или сказать с исторической точки зрения? Так вот, я могу сказать, вся цивилизация, все население для движения использовала энергию возобновляемых источников, то есть все перемещались на лошадях и подводах, и, соответственно, отопление происходило за счет леса, которого успевает воспроизвестись за время жизненного цикла поколения. И второй момент, мы перемещались, используя силу ветра, то есть также возобновляемые источники. Как только мы вошли в цивилизационный путь развития, как только мы вошли в технократию и техноэкономику, соответственно, мы пришли к тому, что сегодня имеем. Мы имеем полное разрушение экологии, мы имеем полное разрушение среды обитания и закрывающуюся среду обитания, где Юницкий говорит, что два коленя и будет точка невозврата, когда вернуться обратно в нормальное существование будет нельзя. И вот, друзья, шестой технологический уклад, экотехнология, экосистемы, которые сегодня создает МАСК и создает Юницкий, это то, что возвращает опять и движение, и энергию для жизни в возобновляемые источники. И вот здесь вот я, друзья, могу сказать, что сама жизнь, сама экономика показала нам то, что опираться только на сжигание нефти нельзя. И это сегодня, друзья, мы демонстрируем, видим, и поэтому, когда наш уважаемый, глубоко уважаемый, я бы даже сказал горячо любимый Дмитрий Анатолий Медведев говорит, что альтернативных пути у него нет, и тот, кто предлагает другие пути, тот является, ну, тот, кто обманывает народ, я позволю себе с ним не согласиться. Нет, Дмитрий Анатольевич, есть другие пути, и эти пути сегодня реализуются, и более того, они поднимут экономику в разы, и я бы даже сказал, на порядок от того, путь, который сегодня реализует то правительство и те власти, которые сегодня делают. И время этому, друзья, пришло. И почему сегодня спокойно можно об этом говорить? Потому что сегодня, очевидно, энергетическая нефтяная игла загнала Россию, загнала страну на грань выживания. И сегодня стоит вопрос, выживет страна или нет? И молиться сегодня на то, что цены будут высокие на нефть, которые кто-то где-то регулирует, а мы 140-миллионным населением должны молиться на тех людей, дадут нам цену на нефть сегодня и не дадут, это, друзья, унизительно для той страны, которую мы себя представляем. Поэтому я могу задать вопрос. Друзья, а можно по-другому? Можно мы создадим? Создадим систему Powerwall, которую нам дает Маск. Мы создадим систему Транснета и Skyway, которую дает сегодня Юницкий, и создадим независимую систему, которая будет развиваться и нормально обеспечивать. Наше жилье теплом, нас будет комфортным перемещением, и мы будем перемещаться в любую точку Евразии, в любую точку, а со временем, это в ближайшие 10 лет, из любой точки мира в любую точку мира бесплатно. При этом занимаясь спортом, при этом находясь еще и в информационном пространстве. При этом питаясь 100% экологическими продуктами, при этом пить потребление чистую, 100% экологическую чистую воду, поэтому, друзья, и при этом живя на своем гектаре земли, который нам предлагает сегодня Путин, в своем экологическом чистом жилье, на берегу красивого озера или на берегу красивого реки. Так вот, друзья, я могу сказать, что это реальная альтернатива, которую мы с вами создаем. И почему-то она мне нравится больше, чем то, что нам предлагают сегодня те деятели, которые сидят на игле и говорят, другой альтернативы у нас нет. Поэтому давайте, друзья, мы с вами будем делать то, что мы делаем, мы с вами реализуем то, что мы реализуем. И я могу сказать, что тот результат, который Маск показал за этот год, а мы, как группа Skyway, показали во главе с Юницким за этот год в России и Белоруссии, это показывает то, что мы семимильными шагами идем к тому, что мы перешагнем те барьеры, которые нам эти бойцы ставят, и нормально выйдем в хорошее развитие, обеспечивающее и нам, и нашим детям действительно достойное существование, а не то, которое нам готовят и которое нас пытаются запихнуть. Дальше я передаю слово Алексею, то есть вы уже знаете Алексей Суходоев, это один из первых инвесторов, один из талантливых молодых людей, который сегодня продвигает проект и отвечает за направление именно адресных проектов, которые сегодня идут. И дальше он уже предоставит слово, он сам расскажет в конце кому, а я сделаю завершающую часть небольшую на 10-15 минут, связанную с конвертацией акций и с текущим развитием компании на данный момент. Алексей, тебе слово. Алексей Анатольевич, здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую еще раз, дамы и господа новички. Очень правильное решение вы приняли, именно придя и продолжив свой путь на второй, более расширенный вебинар. Здесь, я думаю, вы понимаете, что дается информация всегда разная, новости освещаются, самые крайние, самые важные. И, соответственно, мы уже общаемся с теми людьми, кто вошел в программу. И давайте пообщаемся действительно на тему Элона Маска от Hyperloop. И поразмыслим на тему, особенно на дневном вебинаре я об этом говорил, что изменилось бы, если бы, допустим, Hyperloop развивался бы через краудинвестинг, через народное финансирование. Я скажу со своей точки зрения. То есть, когда я входил в проект, для меня очень было то, что это технологически действительно все выверено. И самое главное, это реально, и реально безопасно, реально комфортно. Все, что декларируется, действительно так и будет. Для меня это было основополагающим на самом деле. И я вот в чате прочитал, что многие люди элементарно в вакуумной трубе, просто в замкнутом пространстве, непонятно каком, и, соответственно, разряженный вакуум находится вокруг. Не хотели бы перемещаться. Друзья, я также не хотел бы перемещаться. И какая бы маркетинговая система и так далее. То есть, я лично игрался уже в эти сетевые игры. То есть, с 2011 года я развивал различные проекты. Но в тот момент, когда я предпринял решение уходить из этой сферы, на пути появился Skyway. И я вот для себя дал обещание, что, ну, если вдруг здесь обмор, то, собственно, чему вообще верить. Но безумно рад и счастлив, что уже фактически второй год, так скажем, развивается проект Skyway. Я развиваюсь в нем. Все мы развиваемся и растем. Растем неизбежно, потому что те знания, тот опыт, который мы получаем в проекте Skyway, он незаменим, потому что это бизнес инновационный. Такого нет на сегодняшний день в мире. И то, что создает маска, это замечательно. Я очень уважаю этого человека и хочу с ним, не раз говорил, в реальности познакомиться, пообщаться. Соответственно, кто-то у нас что-то сделал с чатом. И, соответственно, это человек, действительно, железный человек современного времени. Человек, который сам себя сделал. Но если сравнивать технологию Hyperloop с Skyway, я считаю, это немножко некорректное сравнение. И в этом плане глобальную большую космическую гонку мы, несомненно, выиграем. Потому что единственный риск у нас был, он постепенно сейчас исчезает. То есть, что касается стратегии юнибайков, и Арманд Мурникс расскажет о своих достижениях и результатах на переговорах в Ирландии после моего небольшого монолога. И вы услышите, какие новости он привез. Это действительно супер. То есть, в Европе, ну, я не буду говорить то, что Арманд скажет уже сам. Собственно, адресные проекты будут развиваться один за другим. И мы не отказываемся, Сергеем Анатольевичем, от своих слов. Будем ввести спецвебинары. То есть, будет спец ОИП адресный. Это не какой-то ОИП, который не подразумевает под собой акции. Он просто будет называться адресный. То есть, это может быть ОИП 3, это может быть ОИП 2, ОИП 5, как, собственно, решим. Но одно я могу сказать. Тот человек, который инициирует адресный проект, он, соответственно, должен понимать и принимать технологию Skyway уже всецело. И не просто принимать и понимать, но и проявлять интересы в виде инвестиций. И если бы технология Hyperloop запускалась бы с помощью народного инвестирования, скорее всего, потенциал, несмотря даже на рекламу, невозможно поспорить. То есть, вот даже те концепты, которые рисуются командой Hyperloop, у них замечательный, на самом деле, логотип, бесконечность мне очень нравится. Замечательный маркетинг. Но, что мне радостно, у нас не менее замечательная пресс-служба. То есть, Михаил Кириченко, чего стоит? Это диктор мирового масштаба, я думаю, в будущем. То есть, человек общается на различных языках. Я думаю, мы новости будем в будущем слушать, уже и слышать по высокоскоростному уже транспорту. То есть, через год, готовьтесь, к 2016-2017 году мы действительно уже выйдем на демонстрацию, сертификацию уже высокоскоростного транспорта. И у Элона Маска нет стратегии точки входа. То есть, чего не было и у нас, собственно, полгода. Без конкуренции, без борьбы входить в рынок транспортных гигантов. У нас есть. То есть, мы это создали непосредственно Сергей Анатольевич, я, Арманд. То есть, мы это направление развили, представили Анатолию Эдуардовичу Ницкому. Оказалось, что Анатолий Эдуардовичу Ницкому об этом давно так же думал. И так сошлись звезды, так сошлись события, так сошлась необходимость и потребность в адресных проектах, что в самом начале необходимые невысокие скорости, которые декларировал Элон Маск, и абсолютно правильно в чатах говорят, что сначала 6 тысяч километров, потом ниже, потом 1200. Но, друзья, стоимость у нас максимальная с учетом самых сложнейших рельефов и так далее. Я думаю, это 10 миллионов за километр. Это крайняя цена за километр. Что касается технологии Hyperloop, это 35-36 миллионов за милю. То есть, мили это полтора километра. И о безопасности тут можно вести речь, но при условии, если не произойдет никаких утечек. Если произойдет, не дай бог, утечка, то в салоне, к сожалению, все тела, всех пассажиров просто закипят. И я бы применял эту технологию не на рынок живых потребителей, а на перевозке грузов. То есть, свою нишу, соответственно, в этом плане это может занять и те страны, и те государства, которые хотят перемещать свои грузы со скоростью не среднемагистральной, как вот Skyway будет представлять. Но вы не думайте, что Skyway остановится на 500-600 километров в час с Анатолием Эдуардовичем Миницким, когда общались. Собственно, далее будут ставиться еще более серьезные барьеры, и предпосылки к этому есть. Но не стоит забывать, и, кстати, Элон Маск также это охватывает. У него проект SpaceX, то есть запуск искусственных спутников вначале. Или потом это должно стать транспортером, дешевым транспортером товаров, грузов на орбиту. И, соответственно, удешевить, либо сделать максимально дешевыми запуск спутников. Но проект SpaceX, он как начался, так и заглох. После трех неудачных запусков, это, друзья, миллиарды долларов. То есть на миллиарды долларов мы могли бы уже вообще все не просто профинансировать, но запустить три раза фактически наш проект, учитывая все направления. И что касается идеи тоже и концепции, то, что вот сейчас Apple собирается делать умные автомобили, электромобили. То есть у них гонка начинается электромобили. Анатолий Эдуардович Юницкий, являясь визионером, он предвидит и высказывает не просто мнение, а технологические обоснования и расчеты. Вот сегодня общался с человеком, который был в команде Анатолия Эдуардовича Юницкого, собственно, я не знаю точное время, но я думаю, 5-10 лет назад точно он был. То есть более 4 лет он активно следит за проектом и сейчас уже непосредственно потенциальные крупные инвесторы дали задание, чтобы этот человек разузнал, как обстоит дело. Мы пообщались и я не удивлюсь, если это выйдет на категории типа истории с родом Хуком. То есть это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии, который заинтересовался проектом. После 6 месяцев анализа и изучения проекта сейчас он инициировал десятки адресных проектов грузового направления. Но роду Хуку еще не было представлено направление легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта. И с помощью спортивно-экскурсионного транспорта, именно с помощью транспорта Юнибайк будет сформирован первичный наш потенциал адресных проектов. Вначале это будут миллионы долларов, далее очень быстро эта сумма вырастет до десятков и далее сотни миллионов долларов. И как раз таки за счет направления Юнибайков мы первично ускорим финансирование и избавим нас всех, как инвесторов, как дольщиков и совладельцев компании от главного риска недофинансирования. Это уже высокоскоростного транспорта, это уже морских портов и других девелоперских проектов. Это уже проекты по строительству глобальных линейных городов. Это как раз таки, как вот сейчас уже материализуется в железе, материализации золотого гектара России. И друзья, Владимир Владимирович Путин тоже является серьезным визионером и огромным предчувствием. То, какой правильный вектор выбирать в развитии. По аналогии со Столыпиным и другими, собственно, деятелями, которые осваивали Россию с помощью неосваиваемых территорий, раздавая их фактически бесплатно. Это очень ценная программа. Я думаю, что те люди, которые уже разобрались в этой программе, с нетерпением ждут, когда на официальном сайте начнется именно распределение земли. И оно обязательно начнется, потому что Сибирь, на мой взгляд, будет освоена именно с помощью струнной технологии вот этой программы, как мы назвали, золотого гектара России. Более того, золотым гектаром России смогут воспользоваться те русские, которые эмигрировали. И, соответственно, по праву, так как они русские, так как они евразийцы, мы вводили тоже такое понятие, они смогут по праву воспользоваться правом использования и владения золотым гектаром России. Ну, а золотым, соответственно, сделает его технология Skyway. И, друзья, на самом деле, многие конкуренты, которые у нас были, то есть спрашивали конкуренты, да, были конкуренты, это SkyTrend в Израиле, в Тель-Авиве, этим летом должно было быть начато строительство тестового участка от центра города до аэропорта. Это различные концепты Метрина, PRT, это SkyWeb, то есть тоже созвучное с нами. Это очень-очень много технологий. Японцы представляли технологию вплоть до передвижения какого-то странного транспорта, который вроде бы на втором уровне, но это как подвижной тоннель. И все эти конкуренты отваливаются один за другим. И сейчас действительно вот Элон Маск и Анатолий Эдуардович Ницкий прошли этот спринт, вышли уже на технопарк, так скажем. Но у нас эко-технопарк. Что касается эко-технологии у Элона Маска, ну и, собственно, с Анатолием Эдуардовичем Ницким, тут можно сравнивать и сравнивать, потому что у SkyWeb очень много преимущества именно в эко-применении технологий. Поэтому называется эко-технопарк. И, соответственно, вот бежали многие стартапы, многие инженеры, инвесторы, большую вот эту технологическую космическую гонку. И сейчас вот в качестве лидеров на сегодняшний день находятся Элон Маск и Анатолий Эдуардович Ницкий. Кто выиграет эту гонку? Технологически это уже выверено и фактически гонка выиграна. Но выиграем мы или нет, зависит от каждого из нас с вами. Потому что мы являемся двигателем, мы являемся реактивным двигателем. Только от нас зависит ускорение. Я постоянно общаюсь с представителем научно-производственного конструкторского предприятия, Виктором Бабурином непосредственно. Если бы финансирование уже на сотни миллионов долларов было, то история была бы значительно опережающая сегодняшнее. Но то, что мы добились уже сейчас, это то, чего не могла добиться программа десятки лет. И собственно это только наша с вами заслуга и только в наших с вами руках ускорение максимальное развитие данной программы. Ну а соответственно максимальная также раскрутка нашего маховика, нашего магнита, который притягивает все и вся. И тех людей, которые ранее развивали, может быть даже негативщиками были, может быть даже не получили должный эффект именно капитализации их инвестиций. Но они также присоединяются, наблюдают и основным маховиком будут адресные проекты. Об одном из них, который уже реализуется здесь сейчас и через 2-3 недели мы будем выходить на подписание уже первых договоров, расскажет Арманд Мурникс. Арманд, ждем, жалуем, приветствуем. Счастливо всем, друзья, до следующих вебинаров. А вот, друзья, как меня видно, слышно, дайте обратную связь. Я буквально ненадолго, чуть-чуть займу ваше время. Вообще суперски так видеть, нас много, каждый день все больше и больше. На самом деле, очень классно слушать Сергея Анатольевича, Лешу Суходую. И вообще вот эти новшества, которые сегодня есть в мире. Элон Маск, это вообще человек, за которым я сам лично служу, то есть за всеми его достижениями, да, начиная от того PayPal, а потом вот, помните, на прошлых вебинарах рассказывал о этой ракете, ну, как бы, ракете, да, которая возвращается. И сейчас то, что он приступил к этому Hyperloop, ребята, я вам могу сказать одно. Вы видите то, что, ну, когда мы приходим к человеку, да, не нужно рассказывать о том, что это что-то в далеком будущем. Ребята, недавно еще Hyperloop, это был только проект, да, сегодня это уже стройка, то есть у них есть свои финансисты. Но, видите, есть очень большая разница между тем, что делает Элон Маск и что делает Анатолий Эдуардович Юницкий. Анатолий Эдуардович Юницкий дает нам, всем, всем нам вместе, возможность, да, стать вот этим стратегическим инвестором, который Элон Маск, в свою очередь, он ищет совсем в других местах. То есть он выходит на крупных инвесторов, да, и делает всю ту же самую работу. Но таких проектов, как Skyway, нету нигде и вряд ли когда-либо еще будет. Потому что такое сердце, которое вот у Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть он просто готов делиться своей, как бы, следующей прибылью, да, уже с нами всеми, которые просто его сегодня поддерживают. Я просто низкий поклон такому человеку, как Анатолию Эдуардович Юницкий. И немножко хотел рассказать вообще о том, что нас ждет в ближайшее время. Ребята, это место называется Лаклана. Оно находится в Ирландии, недалеко от места Кастл Бар. И вот видите, если присмотреться, там вдалеке такая гора, это гора Святого Патрика. Это место, очень, скажем так, специально об этом месте идет речь, потому что очень красивое. И здесь наши юнибайки, они просто впишутся именно в этот ландшафт. И смогут люди быстренько доезжать до Вестпорт. В Вестпорт это находится место недалеко от Атлантического океана. И, соответственно, много туристов туда приезжают. А Ирландия, она вообще туристическая страна. И, соответственно, они все живут за счет туризма. И, опять же, большое спасибо той команде в Ирландии, которая просто не спит. Спят и видят, как это все можно реализовать. Выходят на таких людей. У каждого из нас есть возможность выйти на того или иного чиновника, который будет готов поддержать этот проект. Потому что это единственный вообще, единственный проект, который сегодня может им дать, скажем так, интерес извне. И очень хорошо прошли третья встреча. То есть первые две встречи. Первая встреча у нас была Майкл Ринг. Это человек, значит, министр туризма и спорта в Ирландии. Который буквально за 15-20 минут увидел потенциал, увидел вот этот, то есть он смог спроектировать, да, вот, как это может вписаться в Ирландию. Какие плюсы может Ирландия получить. И буквально через 15 минут он обменялись мы контактами. И, соответственно, уже буквально через пол, по-моему, неделя прошла. Они нас пригласили на вторую встречу, где они свели нас с... Так, где... Леша, можешь, пожалуйста, слайд включить? Вот, именно уже с Джоном Маги и Томом и всеми остальными. Вот. И вот, видите, первые две встречи, то есть они абсолютно не хотели фотографироваться. Они говорили то, что, ну, пока еще это так, в Ирландии по воде писано. Но после нашей третьей встречи, которая прошла очень успешно, благодаря Виктору Бабурину, который нам помог, скажем так, с документами, мы передали, вот видите, у них в руках находятся наши папки, то есть, соответственно, там меморандумов андерштайна, либо договор о намерениях, которые они должны со своими юристами обработать и, в принципе, уже выдать через две недели. То есть, мы должны прийти к одному договору и в течение двух недель они уже вписали уже вот этого договора. Лаклана – это место, о котором они, значит, сразу же думают. И вот, видите, там слева человек, да, то есть, в очках, его имя Джон Маги, этого человека можно найти, то есть, он отвечает за все новшества в сфере туризма. Он второй раз присутствовал на нашей встрече, то есть, он и собрал ее. Он пригласил вот этот человек, который Skyway папочку держит, это County Mayor, как это, значит, то есть, он самый главный в области вот этой Castle Bar, который, 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 и он на себя берет полномочия для того, чтобы от вот этой вот County, County Mayor, ну, то есть, от этой мэрии, да, подать на запрос о трассировке нашего проекта. А дальше вы видите третий человек слева, это, его зовут Дэвид Лалей, это человек, который отвечает за инженера, то есть, это инженер. Он строил многие вещи, и когда мы ему показали с Натальей вместе, мы показали им, как это все будет выглядеть, он с точки зрения инженера четко увидел и сказал, да, ребята, это классная вещь, и как Джон Маги сказал, да, за последние 10 лет, это лучшее предложение, которое было. Ну, а вот легендарная личность, это рядом со мной, это Том, и, значит, Том Малкорн, это человек, которому Наталья делала массаж, то есть, Наташа, она у нас в Ирландии, она имеет свой бизнес, то есть, она делает массаж, и на самом деле, очень перспективно, потому что каждый раз, когда она делает массаж, у нее кто-то подписывается на проект, ну, как бы, под проект Skyway. И здесь очень интересный такой момент, что она этому Тому просто делала массаж, и так как у него болела спина, он приходил, и каждый раз делал, когда, ну, проходил у нее массаж, она ему просто чуть-чуть рассказывала о Skyway. Ну, и до момента, пока он стал сам акционером, то есть, он акционер наш, и, соответственно, после этого он начал интересоваться и вывел нас вот на этих людей, то есть, он, у него компания по строительству, которая строила все проекты, которые вот эта мэрия, как бы, инициировала. Вот. И таким образом, очень вспоминается мне Сергея Анатольевича и его рассказ о Сергее Брине, да, когда делал, делали ему массаж, и он платил акциями Google. Ну, здесь, конечно, акции Google, наверное, неуместно, да, но Том имеет акции Skyway, и я думаю, что он этот массаж, и Наталью он запомнит на всю жизнь. Вот. Соответственно, через две недели подписание, и после этого уже мы начинаем, то есть, наша стратегия какая? Мы должны, в первую очередь, создавать адресные проекты, это для того, чтобы сегодня продемонстрировать уже наглядно в Европе тем людям, у которых сегодня есть деньги, для того, что это имеет место быть. И после вот этих вот, уже завершенных, начатых строительных работ, да, мы уже сможем либо продать, либо мы сможем, скажем так, дофинансировать, да, а потом уже делить прибыль, вот. Но самое главное в этом всем, то, что мы с вами будем иметь возможность участвовать в первом проекте. А теперь, теперь я расскажу немножко о том, как я вообще вижу это все, да, и как я вижу пиар этой, значит, нашего вообще, нашей компании. То есть, первое, мы даем право первой руки, это будет у всех акционеров Skyway, что до того, как мы будем где-то привлекать деньги на конкретный проект в Ирландию, то есть, мы даем всем людям именно право по приобретению, либо участию вот в этом проекте. Второй момент, после того, как только мы закроем вход, этот проект уже Ирланд, ну, то есть, они сделают рекламу и мы выводим ее на Краудкюб. То есть, на Краудкюбе наша задача это пропиарить и, соответственно, конечно, собрать денег, но там 200, более 200 тысяч человек зарегистрированных инвесторов, которые инвестируют от 100 фунтов до 50, 150 фунтов, по 25% в год. То есть, представьте, если мы, то есть, когда мы сможем предоставить 50, 150, а то и больше процентов, да, а когда они еще узнают, что у нас вообще есть главный проект, это Skyway, и там вообще есть от 100% и до 1000, ну, ребята, я уверен, что эти люди, они однозначно будут следить дальше и захотят инвестировать именно в компанию Skyway. Поэтому здесь те шаги, которые мы сегодня проделываем, они очень четко показывают вот этот алгоритм, по которому мы должны идти. И я очень благодарен Сергею Анатольевичу вам, я благодарен Леше Суходову, я благодарен Андрею Хавратову за то, что научили, показали, как вот просто простыми шагами можно дойти и рядом стоять с первыми лицами в Ирландии. Я всегда думал, что это будет Лондон, ну, Ирландия, так пускай будет Ирландия. Для вас всех это, ну, просто наглядный пример того, что мы делаем, то есть все наши действия каждый день, это однозначно, я вам могу уверить, мы просыпаемся и видим, какие шаги мы должны сделать для того, чтобы каждый из вас, который поверил, кто на каком-то этапе присоединился, я очень надеюсь, что те новички, которые сегодня пришли, которых вы привели, они сегодня увидели четкую тенденцию, к чему мы идем и куда мы вообще стремимся. И сегодня, когда уже мы имеем положительный ответ от мэрии, от государственных лиц Ирландии, я думаю, дальше будет и Англия и все остальное, то, ребята, ну, уже вопрос о том, что мой сосед не верит, ну, значит, ему не дано в этой жизни, скажем так, ощутить, что такое финансовая свобода. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы выслушали, за то, что вы с нами, за то, что вы делаете очень большую работу, потому что самое главное, наверное, я всегда это говорю, самое главное, вот когда я прихожу к министрам, я говорю, ребята, вы сегодня рискуете очень мало, потому что за вами стоит 200 тысяч человек, которые сегодня каждый день просыпаются и видят, что Анатолий Эдуардович Юницкий делает со своей командой и всеми нами вместе. Спасибо вам большое. Строй SkyWay, спасай планету. Так, друзья, спасибо. Арман произносил крайние слова, и в этот момент меня из комнаты выкинуло. Как только услышал, строй SkyWay, спасай планету, я думаю, что у кого-то в этот момент возникает напряжение и от кого-то даже идет негатив, то есть на кого-то это действует, видно, не очень положительно, и меня тут же выкинуло из комнаты, поэтому извините, что не сразу, друзья, вошел. Но я думаю, что не то, что комментировать, а как бы там, говорите, выступление Алексея, включение и Армонда, вот я думаю, что мы теперь регулярно будем таким форматом делать, будут еще включаться ряд ребят, и я могу сказать лично, вот для меня большая удача, большая радость о том, что и вообще, друзья, это уже отчасти результат нашей работы, потому что, когда мы начинали и сначала вели вдвоем с Анатолием Эдуардовичем вебинары, потом Пиктор Бабурин стал иногда подключаться, потом появились вот другие, там люди, спикеры, там Алексей, Армонд, и по мере того, как разрасталась система, люди получали информацию, осваивали, стали вести, то, естественно, что качество работы стало меняться. А сегодня, вот то, что вы сейчас слышите, и здесь я не то, что к новичкам обращаюсь, друзья, это новички сейчас по логике банки с огурцами, когда они попадают в такой коллектив, которые видят, что делается, видят, что обсуждаются, потому что, почему мы специально разнесли это от обсуждений такого рода новичков, потому что люди, которые попадают на вебинары, слышат обсуждение, что все человечество перейдет от отмены углеводородов, о том, что Маск это наш партнер, о том, что мы делаем программу не то, что соизмеримую, а большую, чем сегодня НАСА, то у многих просто начинает двигаться понятие, они думают, что, ну, либо сообщество каких-то чудиков, которые размышляют, еще, либо люди, возомневшие себя о каких-то великих, и они делают вещи, не соизмеримые с реальностью. А когда мы начинаем, друзья, дальше объяснять и говорить, и показываем, вот они юнибайки, вот они трассы, вот земля, где это будет делать, мы с Алексеем сегодня вели тоже переговоры уже непосредственно с владельцами земли в Чехии, где крупнейший миллионер, владелец крупнейших развлекательных парков в Чехии, готов предоставить землю, мы реально начинаем переговоры о строительстве уже первых трасс, и это, друзья, уже одни из десятков и десятков проектов, и сейчас весь вопрос мы дальше будем просто показывать, 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 как они будут выходить и делать. И Арманд, и Алексей сейчас, как вы помните, вообще вся эта система юнибайков началась с парка Гагарина, поехали, как мы назвали, проект в Челябинске, потом по разным причинам он несколько притормозился, но сейчас активнейшим образом, вот идет в Ирландии, там, активнейшим образом, сейчас неожиданно пошел в Санкт-Петербург, то есть мне на следующей неделе придется ехать в Санкт-Петербург и делать презентацию, уже там в мэрии показывать, рассказывать, будем тоже определять на крестовском образе уже острове уже трассировку для того, чтобы это делать. Это тоже, друзья, все идет активно, развитие проекта, и мы это все показываем, делаем и сводим в единую синергию для того, чтобы всем было понятно, что в разных направлениях, казалось бы, несовместимых между собой, но везде получается общий результат. Вот, поэтому, друзья, то есть то, что сегодня мы до вас пытались донести и показали, это действительно новая веха, это новый взгляд на проект Skyway. И сегодня декларация о том, что он может перейти полностью на возобновляемые источники энергии, и это будет экологическая система, которая не давит на экосферу Земли, это тоже, друзья, очень ответственное, очень важное заявление. Естественно, что это будет происходить не сразу, а в постепенное замещение. Так же, как Elon Musk тоже запускает систему, сначала это как дополнительная система, как страховочная система в домохозяйстве, а со временем это переход на полную автономию, на полное самообеспечение диплома энергии. Точно так же мы шаг за шагом будем двигаться, сначала наши юнибайки будут двигаться с помощью аккумулятора, заряжаемый от сетей, и только дополнительно можно делать генерацию от физической силы. Со временем эти аккумуляторы будут заряжаться и подзаряжаться от солнечной энергии, от ветровой энергии, а со временем, когда система окрепнет и уже станет более развитой, то это полная замена углеводородного сырья для того, чтобы получать энергию. И самое главное, что сегодня Elon Musk показал, и мы активно его в этом поддерживаем, он показал реализуемость этой задачи и этого подхода, о том, что сегодня можно все домохозяйства перевести на эльтернативные источники. А мы дополняем и делаем этот вопрос и не просто домохозяйство, жилье, а еще и весь транспорт перевести на систему, не зависящую от углеводородов. Поэтому это сегодня звучит на фоне падения цен и на фоне избытка предложения. Конечно, друзья, очень своеобразно и своевременно, но время этому пришло, и эта технология выходит. И дальше вот тут я прочитал один из вопросов в чате, так что типа всю нефтяную отрасль или нет, нефть никому не нужна. Нет, друзья, это как раз говорит о том, что нефть будет использоваться по прямому его назначению. Это бензольные кольца, это сырье для нефтехимии, потому что те материалы, ценнейшие пластики, ценнейшие композиционные материалы, которые можно получить с помощью нефти и газа, никакие другие материалы этого. Это ценнейшее сырье, которое очень ограничено на земле, и мы сжигаем его в двигателе, автомобиле, и практически за 100 лет сожгли все запасы нефти. Ее осталось на 30-40, там спорят специалисты, 30 или 50 лет. Но факт тот, что мы за столетие, за полтора столетия сожгли сырье, которое накапливалось миллиардами лет, это, конечно, друзья, не того сырья, которое нам сегодня необходимо. Поэтому нефтехимия останется, это будет ключевым фактором в экономике, но не надо будет этих миллиардов тонн, которые сегодня добываются и сжигаются. Нефти надо будет на порядок, а может быть и на два порядка меньше. Они будут стоить уже не 2 доллара, а 200 или, может быть, даже 2000 долларов за баррель нефти. Но количество такого, конечно, уже не надо будет. И сырье будет, основная продукция будет не сама нефть, а именно уже продукты, которые она дает. То есть, еще раз я говорю, это уникальные пластики, которые могут дать только бензольные кольца углеводородов, и композитные материалы, которые может дать только нефтехимия. Вот, поэтому, друзья, это все вернется в то, как это развивалось, и когда Менделеев в свое время, который стоит у истоков нефтехимии в мире и в России, он говорил, что топить топку и топить двигатели нефтью, это все равно, что топить ассигнациями. Это его изречение еще конца 19 века. Поэтому, друзья, мы с вами подошли сегодня к очень важному пониманию. Мы сегодня вышли на новые горизонты именно самого осознания того, что мы с вами делаем. И мы показали, как бы, абсолютно, и весь мебинар мы начали с того, что презентации, ролики, которые делает Илон Маск и те, которые делают Skyway, они во многом схожи, потому что схожи идеология, схожи цели и задачи, схожи реализации. И, соответственно, то, к чему мы сегодня подходим, результаты тоже во многом совпадают. Также очень серьезные планы с точки зрения экологии – уйти от углеводородного сырья и перейти к возобновляемым источникам, при этом сделать автономную систему живонедеятельности, очень комфортную и, что самое главное, очень дешевую. Мы, соответственно, дополняем это новой системой Транснет, которая осваивает новые территории, новым гектаром земли, где у каждого расселения будет как минимум гектар на семью. Это достаточно, чтобы комфортно проживать уже, соответственно, в своем доме. Мы делаем доступную эту систему, когда можно легко добраться до общих систем, то есть там, где проходит обучение и так далее. Система торговли, я вам могу сказать, не будет никаких супермаркетов, не будет никаких магазинов, все будет доставляться на наших юнибайках или юникарах домой. Но это, друзья, отдельная тема для обсуждения. Это как раз еще одна система капитализации, когда вся индустрия сегодняшней торговли перейдет в сеть Транснет. Так вот представьте всю торговлю, то, что сегодня перемещается миллионами, сотнями миллионов тонн груза и то, что находится в дороге, на складах, то, что система крупно-оптовая, средне-мелко-оптовая, потом система гипермаркетов. Так вот, друзья, в той системе, которую мы строим, этого всего не будет. Все это будет в системе Транснет и это дополнительная капитализация. Но об этом, друзья, мы с вами поговорим отдельно. Это просто еще одна грань, еще один аспект, который показывает капитализацию Skyway и то, куда мы с вами пришли, и то, чего мы с вами сегодня добились. Я не перестаю это говорить, друзья, что и та работа, которая демонстрируется, и та работа, которую ведет Арман, и та работа, которую Юнинский сейчас проводит в Австралии и поедет заключать договора, все это благодаря тому, что строится Марьяна Горка, и Марьяна Горка это тот единственный и неповторимый свидетель, как говорилось в одном очень важном фильме и очень таком любимом, который ответит на все вопросы. И только строительство и наличие демонстрационного полигона позволяет отвечать на все вопросы и скептиков, и оппонентов, и сторонников проекта. Это говорит о том, что только практическая реализация позволяет это делать. А мы, друзья, с вами 15-й год показал, причем, когда начинался год, мы с вами говорили, что это год становления Skyway, и эту задачу мы с вами, друзья, с честью все вместе выполнили. Skyway встал, Skyway развивается, Skyway строится, и сегодня нас уже просто нельзя так отмахнуться и сказать, что это небольшое сообщество чудиков, которые делают и ставят перед собой непонятно. Сейчас уже абсолютно понятные задачи, и мы с вами встали в один ровень с Элоном Маском, мы встали еще в один ровень с такого рода активно развивающимися венчурными проектами, и мы можем сегодня четко утверждать, что мы состоялись, и мы встали как проект и развиваемся. 16-й год, несмотря на все катаклизмы, несмотря на все те сложнейшие системы, которые нас окружают, и которые будут рушиться, и которые будут сегодня сопровождать наш проект, я могу сказать, что, друзья, это будет год Skyway. Будет сегодня обесценивание и рушится система накопления в России, что было, кстати, уже не раз. И мы также будем на своих инвестиционных вебинарах, поднимающих инвестиционную грамотность, показывать, что, друзья, вы потеряли уже за год, за полтора, что вы сейчас будете терять, и что вы, друзья, вы еще можете потерять, а что вы можете приобрести, если вы будете хотя бы 10 долларов каждый месяц вкладывать, инвестировать и покупать инвестиционный пакет. Что это может дать вам, вашей семье, вашим детям, внукам и так далее, и так далее. Что благодаря этому происходит, когда миллионы людей объединены одной системой, одной целью и одной постановкой задач, сегодня начинает реализовывать проект. Мы показываем, как будут, будем показывать в этом году, как будут начинаться, строиться первые адресные проекты. Сейчас мы с вами с удовольствием видим в Мариной горке первую анкерную опору. Мы с вами видим 19 промежуточных опор, мы видим вторую анкерную опору, которая уже закладывается, и так далее, и так далее. Недалек тот час, когда мы с вами, друзья, будем видеть уже первые опоры, и здесь я не обещаю, что лично приеду в Ирландию и буду с Армандом бетонировать первые опоры, но то, что я думаю, сам Арманд с Алексеем будут участвовать в закладке первого камня, первого километра и первой опоры адресных проектов. Это, друзья, будет очень важно. Почему я сейчас это говорю? И почему я, друзья, на это акцентирую внимание? В начале 2015 года, друзья, мы об этом с вами, обо всем говорили. Мы говорили, что начнем строительство, мы говорили о том, что запустится нулевой километр, мы говорили о том, что начнется изготовление и будет работать. Прошел год, мы, друзья, отчитались. Мы говорили о том, что декларируемые цели стали реальностью. Сегодня, в 2016 году, мы говорим, увидим адресные проекты, мы увидим уже и прототипы, и действующие модели, и оригиналы, и юнибайков, и юнибусов, и индивидуальных юникаров, мы увидим заказы, мы увидим начало реализации первых адресных проектов. Это, друзья, 2016 год, и он еще будет ознаменован тем, что 100% населения России и практически 100% населения мира будет знать о проекте Skyway. Еще раз говорю, не все станут нашими союзниками, не все станут нашими партнерами, но то, что этот проект уже встанет и станет активным бизнесом для сотен и сотен тысяч людей. Это, друзья, однозначно. Ну вот, я думаю, что определенную информацию, определенную долю уверенности в проекте мы вам в очередной раздали. Я думаю, что вы здесь, никто нас сегодня не может обвинить, что вы не узнали ничего нового, потому что многие вещи, что вы сегодня услышали, произносились в первый раз. Поэтому, друзья, я вас поздравляю с наступающим старым Новым годом, я вас поздравляю с тем, что у нас есть Skyway, я вас поздравляю с тем, что мы с вами своими руками строим экономический ковчег, который нас будет выносить из этой чехарды то, что сегодня будет происходить вовне. Мы с вами видим то, что сегодня правительство, кроме секверстра и фактически полного паралича, не может предложить сегодня никакой альтернативной программы выхода. И второе, друзья, чтобы вы понимали, это для наших партнеров из 47 стран мира, что кризисы, те проблемы, которые идут, они идут в России. Мирового кризиса нет, то, что сегодня говорят, это большая глупость. Америка сегодня демонстрирует рост, Европа демонстрирует рост, Китай сегодня проводит переформатирование своего фондового рынка, это тоже последствия активнейшего роста, который сегодня идет. Дешевая нефть и дешевая энергия, она только это стимулирует, стимулирует развитие машиностроительных компаний, стимулирует развитие сегодня строительного комплекса, и что самое главное для нас, это с точки зрения аналитики, стимулирует туристический бизнес, в который мы сегодня и будем входить с нашими юнибайками и спортивно-экскурсионными трассами. Естественно, что сегодня самая падающая экономика в мире, это Венесуэла, и анализ Блюмга вчера показал, что самая сегодня депрессивная экономика Венесуэлы, потом стоит еще две страны, и четвертой снизу находится Россия. Я думаю, что 2016 год, а потом 2017 может стать переломным, когда эта тенденция будет меняться, этот тренд мы заменим, и реально строй SkyWay, спасая Россию, строй SkyWay станет программой действия не только нашего с вами сообщества, но и со временем, наверное, и крупных корпораций, ну и дальнейшем правительства в целом. Я, друзья, думаю, что это все зависит от нас, и это станет неизбежно, когда мы будем показывать результаты, и если наши чиновники, или, как я их называю, горе-чиновники, парализуют работу в России, не дадут развиваться первым адресным проектом в Самаре, в Санкт-Петербурге, в Москве, это, друзья, говорит о том, что первые адресные проекты пойдут в Дублине, в Лондоне, в Шанхае, в Хошемине, и еще во многих странах, которые сегодня идут. Так, друзья, вот тут кто-то пытается поднять руку, но у нас пока не отстроена система по задаче вопросов, поэтому, друзья, давайте пока мы будем таким образом, что вопросы в чате, либо потом пишите в личку, соответственно, в личный скайп и в личную почту, а мы готовим ответы на вебинарах. От вопроса-ответы, когда мы будем в онлайне уже общаться с нашими партнерами и отвечать на вопросы, это мы подготовим чуть-чуть позже, наверное, где-то после марта месяца. Ну вот, друзья, давайте с наступающим Новым годом, это год Skyway, всем нам удачи, всем нам активной работы, и здесь как раз это тот редкий случай, друзья, когда все зависит только от нас. И 2015 год подал, что нашей активной работой, нашей сегодня активной гражданской позиции, это еще одно новое, которое ввела именно наша группа, Skyway Invest Group, и Андрей Хавратов лично активно это продвигал, что сегодня поддержка Skyway, это гражданская позиция в России. Это когда вы активно боретесь и активно делаете за свое будущее, за будущее наших детей. И я думаю, друзья, нам надо все больше и больше собирать, искать людей, которые обладают активной гражданской позицией. Все, всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok